всем привет здесь я слышно и видно меня зовут багиров руслан а сегодня мы с вами будем говорить о одном продукте который решает проблему истощения земли позволяет выращивать как на своем огороде так и в промышленных масштабах очень полезные вкусные овощные и другие плодовые культуры это продукт ютеры да то есть продукт компании ютеры и мы сегодня с вами затронем очень интересную интересный аспект данной темы это аспект инвестирования и также расскажу конечно же про сам продукт да вообще сама идея питаться здоровым питанием и рассматривать для себя именно ну так сказать выборочно и то что мы кушаем да то есть это все больше и больше людей задумывается о здоровом питании о том что в магазинах ну нужно действительно выбирать не все настолько полезно и вообще питательно да то есть вот такая вот проблема сейчас у нас с вами тоже еще одна то что поставляется в магазинах то что продается в магазинах оно ну не всегда полезно не всегда даже питательно да и к этому нужно относиться очень серьезно тем более если мы живем не одни у нас есть дети семья и вообще рынок вот удобрений он рынок вот сельскохозяйственных подкормок да он растет с каждым годом то есть у нас это связано и еще и с истощением земли да то есть все больше и больше приходится вносить удобрений для того чтобы получать нормальный урожай ну а мы понимаем да какое удобрение сейчас вносится это ну максимальная такая задача вырасти на определенном количестве участка земли максимальное количество плодов да и то есть используются научные различные химические различные добавки чтобы это все дело ускорялось чтобы там не было особых проблем да то есть связанных там с насекомыми и прочими ну сельское хозяйство перешло в не просто в такую вот в такой формат где ну посадили все растет а вот с учетом такой вот глобальной конъюнктуры то что и население растет и в целом стараются мы живем с вами в капиталистическом мире да стараются максимальную прибыль извлечь и вот у нас 55 процентов азия потребляет ну понятно там большое население да то есть большое количество людей проживает южная и северная америка тоже не отстают большие сельскохозяйственные на регионы ну и конечно вот африканский регион тоже очень много удобрений в том числе используют ну во-первых это и плодородие почвы да мы это сказывается то есть вот эти вот все цифры это связано в двух факторах когда ну в нескольких факторах давайте так назовем то есть то что я понимаю это население да густонаселенное и еще один фактор это сама по себе на почва то есть истощена она есть ли большое количество вот этих вот угодий сельскохозяйственных и прочее от этого тоже зависит и вот вообще сам рынок удобрений именно органических удобрений он тоже растет почему потому что во первых это возможность получать именно полезное питание да то есть это то что бы растет у нас на огороде это можно назвать органическим земледелием да потому что ну это мы сами контролируем так сказать те удобрения которые вносим и в целом у нас вот в россии да хоть и я живу на урале это зона рискованного земледелия но особо удобрения только вот используются органические да то есть на огороде никто там не покупает специальную химию и прочее и если мы говорим про там большие производства то есть в промышленном масштабе то конечно же это все ну приводит к тому что мы с вами получаем в питании ну те продукты которые все равно имеют лишнее да то есть вот в чем разница удобрений органических от химических в том что в органическом удобрении растение забирает в себя то что ему необходимо а в химическом в химическом же плане то есть вот когда удобряются пестицидами и прочее накапливание идет вот этих вот веществ да то есть тут тоже вот такие вот моменты нюансы я для себя выяснил да и биогумус ютера это органическая добавка для почвы она есть как в жидком виде так и в рассыпчатом виде используют вот специальные такие червятники то есть это давайте так это обобщим да то есть это по сути биореактор да то есть вот червятник это биореактор который перерабатывает ряд веществ о них тоже сейчас поговорим их специально содержат специальных таких вот контейнерах у них специальная еда и вот за счет вот таких вот уникальных моментов да которые используются в ютере получаются очень интересный продукт это эликсир это биогумус на который который гарантирует получение экологически чистого урожая действительно гарантирует почему потому что вот уже на опыте да то есть это рабочий такой инструмент для выращивания классных продуктов он стимулирует естественную деятельность благотворных микроорганизмов и ферментов в земле ну в почве да либо же даже в песке потому что мы испытания проводили и на самом деле вот прямо на скудных землях получается выращивать урожая укрепляет иммунитет растения и является сто процентом сто процентных стопроцентным органическим удобрением и еще ряд моментов заметили после использования вот биогумуса растения лучше зимует да это вот в таких вот банках поставляется да вот этот эликсир он сейчас уже продается то есть это готовый продукт на который есть сертификаты и его можно заказать на территории снг вот в албересе то есть я знаю там в казахстане есть в алберес в россии понятно дело да то есть в киргызстане по моему тоже есть в алберес и пожалуйста набирайте ютера прямо вот в поиске продуктов и вам выйдет вот такие бутылочки это они и это то что производится на территории беларуси и что касаемо самого инвестиционной части да я тоже расскажу в чем вообще интерес участия именно в масштабировании производства сейчас вот этих вот вот этих продуктов ютеры да это вот флагманский продукт эликсир то то что дает в 90 процентных случаях да то есть дает ну максимальный эффект и 10 процентов если мы используем еще и рассыпчатый гумус да то есть там вот соотношение такое это из испытаний да то есть вот на песке проводили испытания там были несколько контейнеров и буквально два процента в песок добавляли рассыпчатого гумуса ютера и все остальное вот просто каждый день поливали ну это концентрированный кстати продукт то есть поливали там определенным количеством там вот если в инструкции на 10 литров два колпачка по моему да то есть но в целом тут нужно экспериментировать мы ездили на производство в белоруссию нам ребята вот рассказывали что очень интересно получалось они использовали разную концентрацию вот этого почвенного эликсира и получали различный вкус от продуктов ну допустим если вот как по инструкции там два колпачка на вот эти 10 литров разбавляют либо на литр я уж там не помню точно то получалось что редис вот на который поливали он был таким острым а если снижали концентрацию то редис был наоборот ну таким приятным даже сладковатого вкуса да но вся продукция она действительно меняет вкус лучшую сторону то есть вот у меня знакомые использовали тоже на огороде этот продукт и клубника морковка то есть но приобретали совсем другие характеристики именно вкусовые и вот я в этом году тоже обязательно попробую сейчас у меня есть утера используется для домашних цветов да ну и тоже интересные результаты там жена даже сейчас может говорит она я даже сейчас цветок формировать могу то есть ну биомассы много поэтому вот тоже такой интересный эффект даже вот на комнатных растениях ну в целом продукт рабочий вот что я хочу сказать да то есть это действительно стоящая линейка продукции утера да то есть вот и это может проверить каждый прежде чем даже вот идти инвестировать в развитие производства данного продукта да потому что можно на себе уже проверить то есть это не инвестиции в разработку это инвестиции уже в масштабирование производства так вот как же еще создается эликсир да то есть что туда входит почему именно уникальность такая вот этого продукта существует почему там микроэлементы макроэлементы в большом количестве дело в том что используется в подкормке на бурый уголь да а бурый уголь как мы знаем это окаменевшие деревья те деревья которые впитали вот ту реликтовую минеральную минеральный реликтовый состав почвы да и вот он остался в этом буром угле и законсервировался так сказать а как же его расконсервировать это же по сути ну давайте так скажем камень да то есть и обычный червь он не будет есть вот бурый уголь и для того чтобы вот этот биореактор заработал на таком топливе да во первых его научили это делать да то есть различные методики там использовались и определенный состав регулировался вот этого питания то есть помимо бурого угля туда входит меласа мед биогумус и другие органические элементы но в том числе там ботва да та же самая и это все не выкидывается потому что вот само производство на данном этапе находится в беларуси и там сейчас выращивают как ягоды так овощи то есть есть оранжерея и вот продукты которые по сути дела до компостируются после сбора урожая это все дело идет как раз таки вот для питания червя и если вот посмотреть да там этапы то есть тут поставка самого угля либо же торфа да экстракция гуминовых кислот то есть там идет достаточно такой длительный процесс и все это дело обеспечивает как раз таки и качество этой продукции да оптимизация состава коррекции уровня кислотности введение бактериального инокулянта то есть вот такие моменты это все процесс как раз таки получения эликсира и терра и переработка в почвенный эликсир сам по себе урожай он действительно такой вот анатолий эдуардович своем интервью говорил что те хозяйства которые находятся рядом они действительно прям завидуют тому урожаю который просто вот выращивается в оранжереях как во первых с одной стороны это и испытания с другой стороны это еще и производство вот и в том числе там магазинчик есть недалеко ну прямо при выходе из экотехнопарка есть магазинчик куда вот можно прийти и купить себе продукцию которая делается в сельском сельскохозяйственных угодьях вот недалеко от экотехнопарка прямо по соседству можно почему недалеко это крестьянское фермерское хозяйство и венецкого да он так и называется и ну вот я тоже уже говорил да по поводу тех качеств которые есть у эликсира то есть он повышает урожайность ускоряет рост восстанавливает и поддерживает почвенное плодородие регулирует нормализирует аж почвы ну и защищает растения от различных болезней вредителей просто а иммунитету становится крепче у растения да то есть ну и за счет того что регулируется нормализируется аж почвы кстати еще один очень важный момент который является ну таким уникальным моментом почему что отличает ютеру да от там других гуматов да то есть других других другой продукции это то что в состав ютеры еще входят элементы которые были синтезированы не знаю там какой конечно метод был но сама суть того что при создании ютеры использовались еще и почвы которые привезены из 105 стран во время экофеста многие вот кто уже в нашем сообществе знают что вот была такая просьба от от анатолия эдуардовича ну и его команды что вы бы когда приехали в эко технопарк смогли привезти какое-то небольшое количество плодородной земли и ее нужно было взять за далеко за городом да чтобы это были не тронутые пахотными ну то есть не тронутые пахотой земли и вот со всего мира да люди привезли со ста пяти получается территории да там была и австралия и с африки ребята были с латинской америки были с вьетнама то есть вот представляете да то есть такая такой банк почв собрался и вот они тоже использовались при создании ютера вот это то есть уникальные вот эти вот моменты которые ну действительно сейчас являются такими конкурентно конкурентными преимуществами да ну вот как раз таки здесь тоже и про преимущество еще раз до сбалансирования содержания органических соединений ну а в целом а тут нужно просто понять что утера действительно такой уникальный продукт и аналогов которого нету да по поводу вот выведен отдельный вид дождевых червей это правда то есть вот за счет изменения питания поменялся и сам червь то есть ну вот это как эволюция на глазах да то есть и причем его сейчас будут даже оформлять под отдельный вид дождевого червя нам вот на производстве как раз таки об этом рассказали и ну этот процесс он сейчас то есть получается будет сделан да и будет вот свой так сказать вид который используется вот в этом биореакторе да ну и вот по поводу сертификатов продукции сейчас еще раз повторюсь да и утера продается в магазинах то есть под получены все разрешительные и сертификационные документы ну и заключение о качестве тоже да то есть и если смотреть про то порту широту использования продукции то понятно дело что частном фермерстве это может каждый используя да в цветоводстве но и самое что интересное в большом производстве в хозяйстве этот продукт он ну дает именно вот этот значок органик да то есть продукция которая выращена с помощью и утеры может называться органической и это в цене увеличивает и в целом потребительские качества улучшаются но тут я считаю что у продукта действительно большое будущее потому что во первых тех регионах где не то чтобы там зона рискованного земледелия а зоны отсутствия да сельскохозяйственных вот таких вот ну гарантированной урожайности давайте так скажем да в том числе пустыня в котором могут расти вот плоды это это достаточно ну такое сильное конкурентное преимущество это сейчас будет очень очень развиваться и даже взять по поводу такой вот маркетинговой стратегии позиционирования бренда да то есть даже вот ютера это на произношение на английском произношение твоя земля да ютера то есть вот основной принцип это как бы любовь к своей именно земле то есть это и безопасность продукции и натуральный урожай да то есть и акценты бренда да то есть том числе и доступная цена потому что если вот на данном этапе в обрисе средняя цена там 400 рублей то есть и за счет концентрата эту бутылку надолго может хватать и в целом компания не планирует повышать эту цену потому что один из вот этих акцентов которые сейчас берет на себя ютера это доступная цена и возможность масштабирования этого продукта ну давайте теперь по поводу масштабирования поговорим да то есть вот на данном этапе сейчас создается компания ютера middle east agro industries она базируется в объединенных арабских эмиратах планируется постройка большого завода на 10 миллионов литров вот такой продукции эликсира это 95 процентов прибыли именно то есть такой флагманский продукт это эликсир ютера вот в жидком виде и задача за определенный срок до порядка года создать это предприятие которое выйдет на определенные объемы производства и на определенные объемы продаж и вот сейчас выбрана не зря вот эта территория россельхайма там сейчас такая вот благоприятная экономическая зона да то есть есть 50 отраслей промышленности которые базируются в россельхайме порядка из 100 стран да то есть и 770 ведущих производственных компаний тоже все базируются в россельхайме и даже был визит шейха эмира да то есть вот самого эмира этого эмирата в центр испытаний и сертификации юз кайт центров и в целом ну там определенные договоренности возникнуты и поддержка возникла возникла да то есть этого проекта и сейчас это возможность участия именно вот в на территории объединенных арабских эмиратов где очень большой интерес к данной продукции во первых во вторых с эмиратов можно ну стартовать по всему миру да то есть это такой хаб международный где очень развита именно вот международная торговля поэтому это действительно тоже такое большое преимущество расположения производства да помимо вот комфортного налогообложения близость там крупным логистическим узлам и возможность пользоваться вот всеми этими моментами экономической зоны да и само строительство разделено на три этапа я кстати попрошу вот в чат сбросить бизнес план и вообще все материалы которые есть у нас их можно посмотреть как в личном кабинете так и здесь вот в чатике тоже ребята там скидывают ссылочки вы их для себя сохраните потому что это ну тот материал с которым можно ознакомиться и поизучать поподробнее да вот данное предложение и три этапа строительства где будут в начале вот сейчас уже подведены там и подготовительные работы сейчас в ближайшее время ограждение будет устанавливаться уже готовые линии розлива и вот изготовленные как раз таки червятники и сейчас это все дело будет поставляться в на территорию объединенных арабских эмиратов и осваиваться вот это вот территория где планируют строительство кстати есть еще в одних из ссылок у нас и на сайте и вот здесь в чате это буклетик такой где визуализации показаны визуализации показаны непосредственно как будет выглядеть вот это освоено как территория будет где производства где будет находиться оранжерейный комплекс где будет находиться как раз таки территория где будут выращиваться овощи фрукты то есть вот все вот это в принципе уже распланировано и вот по цифрам да то есть нужно 20 миллионов долларов это общее количество средств для постройки задуманного да и срок окончания строительства в двадцать пятом году среднем окупаемость данной инвестиции она 3-5 лет почему такой разброс в зависимости от того какую сумму инвестирует человек от этого зависит доходность да то есть вот есть такой разбег чем мы больше инвестируем в проект тем больше доходности нам компания по договору будет ну так это будут такие вот вознаграждения да то есть чем больше инвестиции тем больше доходность от этой инвестиции и в целом даже есть вот такой ну позитивный так сказать план развития это выплаты прибыли инвесторам уже двадцать четвертый тире двадцать пятый год то есть понятное дело что инвестиция это ну рискованная история то есть есть моменты связанные с риском во времени то есть это я имею ввиду что запуск продукции да выход на уже рынок и прочее оно может каким-то образом варьироваться есть позитивные планы есть так сказать ну давайте назовем их умеренная стратегия да ну и различные сценарии да то есть и вот по даже сценарию вот этому умеренному компания получает прибыль там то есть в планах произвести 10 миллионов бутылок да 10 миллионов литров продукции за год и соответственно 10 миллионов литров должно продаться да тогда компания выходит вот на максимальные свои отметки прибыли и соответственно от этого мы можем и рассчитывать вот по этой таблице какую прибыль получаем мы допустим если компания вот тут вот в последнем столбике да ожидаема доходность инвестора да в в зависимости от того каким образом будет ну компания получать сама прибыль то есть вот здесь вот даже в таком расчете вот в этой вот таблице можно посмотреть первое первое столбец первый столбец это как раз таки тот процент в зависимости от той суммы которую мы инвестируем на сайте есть калькулятор где можно проиграться вот этими цифрами я кстати покажу его наверное да сейчас секундочку я концу нашей встречи прямо вот покажу где в личном кабинете эта история у нас находится по поводу условий инвестирования смотрите вообще договор он имеет вот договор инвестиционный этот некого рода да такой договор займа и с при этом пожизненным правом на выплату прибыли а также процентов за использование вложенных сумм то есть сама инвестиция она предоставляется на пять лет но вы можете через пять лет грубо говоря попросить деньги обратно то есть расторгнуть договор компания на это идет но тогда теряется смысл да получается пожизненного права на выплату дивидендов ну понятное дело вам возвращать деньги все и процент за использование средств ну и то что было по договору до этого вот эти вот прибыли они тоже естественно выплачивались и вот есть еще один интересный момент по поводу этого договора планируется рассмотрение продажи даже договора то есть ну получается что можно оставить и получать пожизненное право можно расторгнуть вернуть деньги можно еще и продать будет этот договор то есть переуступить его кому-нибудь и соответственно тоже выручить на этом деньги вот сами условия инвестирования отражены в договоре вот в чатике тоже есть ссылочка ребят если нет то скиньте пожалуйста на рыбу до договора и можете ознакомиться с этим вообще если смотреть по рынку что вообще предлагает рынок но понятное дело есть там банковские депозиты зависимости от национальной валюты либо же в долларе там проценты различные но вот 8 9 годовых либо же почти ноль в валюте да недвижимость недвижимость это классный инструмент но он имеет один минус да слишком большой вход акции естественно это рискованная часть но и тоже доходная такая спекулятивная тема либо же в долгой срок тут просто нужно понимать стратегии которые есть на финансовых рынках золото серебро да это интересно действительно сейчас потому что идет такой вот момент кризиса момента нестабильности это один из тех таких активов которые но действительно помогут могут в может быть могут да то есть но тоже есть риск потому что в любой инвестиции есть определенные моменты нет гарантии да помимо вот банковского депозита и тот только на определенную сумму облигации да это интересно долговая это уже кстати бумага да то есть с определенной фиксированной доходностью краудлендинг но вот как раз таки это и есть краудфайдинг это есть долевое участие в том числе один из так сказать аспектов да краудфайдинга краудлендинг ну и то что предлагает утера это от семнадцати девять десятых процентов до сорока шести и восьмидесятых процентов годовых прибыли в зависимости от того как сработает производство как сработает маркетинговый отдел в том числе потому что эликсир нужно продавать и сейчас кстати вот один из моментов в производстве утера это оранжерейный комплекс это часть где будет выращиваться продукция давайте назовем это как шоурум да то где мы сами грубо говоря вырастили вот пожалуйста это вот так вот работает то есть клиент может прийти посмотреть помимо того что использование использование вот как раз таки используя вот этот момент когда мы выращиваем продукцию еще и на территории производства это такой вот цикл где откуда будет браться как раз таки вот корм для биореактора это еще и площадка где будет показано как работает биогумус но естественно он будет приносить тоже какую-то часть прибыли пусть небольшую незначительную но это тоже продукция вот этого оранжерейного комплекса тоже будет продаваться в бизнес-плане это тоже отражено да и вот и и прибыль она планируется выплачиваться раз в квартал тоже как бы это тоже интересно еще момент по прибыли да то есть чем будет дороже эликсир продаваться тем будет расти прибыль ну есть такой момент что до фиксируется цена до доступности прочее но никто не отменял инфляцию все равно тут нужно будет эту всю историю регулировать и в компании это все понимают уже цена чуть отрегулировалась да была изначально в бизнес-плане цена за бутылку 3 доллара 13 центов сейчас 3 доллара 17 центов то есть пересмотрели немножко вот эту ценовую политику в том числе доходы от прибыли могут еще и расти за счет снижения расходов да то есть вот сейчас заложены расходы там на персонал на электричество на воду да вот это вот все оно тоже будет оптимизироваться и соответственно прибыль перспективы тоже может расти ну вот как раз таки здесь тоже отражено в слайде да увеличение прибыли сокращаем расходы и в целом это это ну действительно максимально долгосрочные инвестиции с в реальный сектор да то есть это в мы инвестируем в конкретный завод который производит ну очень актуальный продукт земля там арендована на 50 лет причем с возможностью продления договора на заводе предусмотрены все моменты чтобы обновлялось это оборудование ну сгниет этот червяки новый построят сломается линия розлива ничего страшного это все делается да то есть усовершенствуется и модернизируется в том числе и вот эти вот все моменты они очень ну выглядят очень перспективно для инвесторов давайте сейчас покажу вам сейчас остановлю и заново включу демонстрацию экрана вот и покажу как в личном кабинете как выглядит этот калькулятор ну и вообще возможность инвестирования в ютеру именно в лк skyworld комьюнити да в личном кабинете skyworld комьюнити секундочку а вы можете писать сейчас вопросы как раз в чат или те вопросы которые вы пишете вам там администраторы тоже отвечают поэтому я не сильно отвлекался думаю вам там все ответят должным образом ну и в целом благодарю вас за то что присутствуете на вебинаре попрошу кстати еще ребят тоже пока мы уже подходим к завершению скинуть ссылочку на обратную связь чтобы мы могли улучшать наши встречи с вами вот смотрите а зрителя пожалуйста заполните будьте добры заполнить ставить обратную связь мероприятие если вам все понравилось я тоже благодарен если есть какие-то замечания тоже пишите чтобы мы могли еще лучше больше доносить информации вот смотрите вот так вот выглядит калькулятор он находится во вкладке utero вот отдельный значок такой есть и вот чуть ниже спускаетесь и вот здесь вот мы можем ставить различные пакеты да то есть то какую сумму мы инвестируем ну допустим там осталось 1000 долларов небольшие да пакеты то есть смотрите вот количество пакетов вот этих вот да количество оно ограничено вообще я говорил о том что 20 миллионов долларов необходимо инвестировать то есть собрать инвестиции на строительство данного производственного участка да и вот как раз таки вот эти пакеты это и есть 20 миллионов долларов да то есть их просто разбили по лотам ну давайте выберем лот там пусть будет в среднем пусть будет 5000 долларов да ну то есть и здесь смотрите ожидаемая годовая прибыль ну максимальная годовая прибыль я вот здесь ставил допустим 100 процентов она показывает 78 да то есть 78 почему процентов они 100 процентов ставятся во первых потому что у производства есть ограничения по выходу да продукции то есть максимум 10 миллионов литров в год жидкой продукции там какое-то определенное количество рассыпчатого гумуса ну и в том числе есть вот этот вот производственный участок оранжерейный да комплекс ну там понятное дело пока деревья подрастут пока вот это все но не в первую очередь ну и в целом там небольшое количество прибыли туда заложено большая часть заложена именно на эликсир вот и вот оптимизация расходов позволит вот эту вот цифру увеличивать да вот этот сейчас это пока семьдесят восемь процентов при увеличении стоимости бутылки эликсира ютера эта цифра тоже будет расти да то есть ну ну мы тут понимаем все сделано на калькуляторе вот то как заложен бизнес-план то есть тут без без таких инсинуаций да то есть и вот тут фиксируется процент прибыли от лота в зависимости от того какой пакет вы выберете в рассрочку либо же единоразовым вот здесь вот проценты разные 37 и 34 а и теперь здесь калькулятор считает конкретную доходность годовой прибыли при вот таком вот объеме выпуска продукции да и при таком пакете годовая прибыль составляет почти полторы тысячи долларов в в рассрочке 1300 долларов да то есть если мы меняем доходность ну допустим снижаем ее в первый год там либо же давайте поиграемся да ну даже не 50 пусть будет там 55 процентов прибыли вот то соответственно и здесь доходность тоже меняется то есть вот таким вот образом мы можем смотреть на калькуляцию и в целом прикидывать вот как раз таки сроки окупаемости инвестиции и в целом на будущее смотреть вот поэтому тоже пользуйтесь смотрите изучайте вообще в целом это очень классная тема для диверсификации нашего портфеля да то есть это в целом такой вот отдельный вид инвестирования и если его сравнивать с теми же самыми ну не знаю там опять же сдачи квартиры да в аренду либо же здесь вот реальное производство где производство находится на такой международной арене это производство которое работает на ближний восток которое работает в целом и на другие страны самое что интересно это один ну первый такой вот производственный комплекс дальше этот проект может еще и ну масштабироваться в других странах но это уже совсем другая история но сама суть того что нагрузка на вот этот завод она будет я думаю максимальная потому что и сейчас спрос на этот продукт он будет ну подогреваться да за счет во-первых того что будет показано на испытательных площадках в том числе вот в Россельхайме сейчас уже будет одна из ну так сказать один из процессов уже параллельно строить будет строить строится комплекс и параллельно уже будет начато производство в том числе и увеличение биореактора да то есть черви их сейчас уже нужно масштабировать размножать и прочее чтобы когда будет все готово компания выходила на максимальные свои объемы то есть ну вот эти вот все стратегические моменты наблюдайте за новостями мы всегда их выкладываем в наших ресурсах кстати вот ребят тоже скиньте пожалуйста чаты наши да где вы можете смотреть в целом и видеть о развитии как всего проекта так и непосредственно проекта Ютера да то есть всего проекта я имею в виду струнного транспорта юдинского то есть компания успехов в этом поприще ну и конечно же вот то что у нас сейчас есть еще и возможность участия в производстве вот такого прекрасного продукта ну на этом а кстати я вот проговорил да на самом деле смотрю я же еще и не включил экран извиняюсь ребят давайте быстренько тогда так 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 вот личный кабинет и вот этот калькулятор вот здесь вот я менял пакеты вот здесь вот ставил доходность там 58 и вот здесь вот меняются меняются цифры да по доходности вот здесь вот пакеты допустим я выбираю там тысячу долларов вот определенная такая доходность будет две тысячи так ну извиняюсь за свой такой факт небольшой но в целом все это есть в кабинете вот здесь вот смотрите и те ссылочки которые по полезным материалам они еще вот во вкладке материалы о проекте вот здесь и бизнес план есть и презентация почвенного эликсира и вот как раз таки презентация вот биокластера это визуализация то есть внутри вот это вот вот этого лендинга да внутри личного кабинета можно ознакомиться с калькулятором это вот лоты условия то есть посмотреть и партнерскую программу здесь есть возможность реферальных вознаграждений ну и вот вот это вот все вы можете в своем личном кабинете увидеть все благодарю вас за то что посетили данное мероприятие и до новых встреч все всем пока я это не 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 это не я не это не 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 Продолжение следует...